Глава 96. Спрятавшиеся. — Эх, ну вот ни дня без приключений накрупец! — мысленно вздохнул Гарри, мрачно сверляв взглядом представители Флоры Вечно Дикого Леса с повадками хищной фауны. Едва они миновали памятную полянку едошутки, как услышали шорох со стороны обочины. Мгновение спустя идущие впереди стражники предупреждающие вскрикнули, и Гарри увидел впереди трех древолков, преградивших им путь. Красно-золотой одинорожек быстро оглянулся, и, конечно же, позади оказались еще три дендро-хищника. А судя по скрипу снега, треску веток по сторонам тропинки и светящимся желто-зеленым глазам, мелькавшим меж деревьев, там пряталось еще как минимум пять волков, а то и весь десяток. Древоволки явно рассчитывали, что, завидев их, пони запаникуют всей толпой порсну с тропы в чащу, и тогда сидящие в засаде сородичи смогут внезапно напасть на испуганную убегающую добычу. Тем более, что снежные заносы и лед сильно ограничат их копытным жертвам возможность маневра. Стражники мгновенно окружили младших, заставляя их сбиться в кучу. Тем временем волки стали приближаться и пони почувствовали исходящую от них вонь гниющего мяса. Гарри и жеребенки, для которых встреча с хищниками была далеко не первой, привычно встали в защитное построение. Эппл Блум со Свети Белль плотно прижались боками друг к другу, скутула запрыгнула им на спины и расправила крылья настолько широко, насколько могла. А теперь она могла расправить их действительно широко. Таким образом, они должны были показаться для волков куда крупнее и, соответственно, куда опаснее, чем те ожидали. Ну, по крайней мере, жеребенки на это надеялись. Все же с другими хищниками извечно дикого это несколько раз срабатывало. Гарри же встал к ним хвостом, охраняя троицу сзади, спешно пытаясь найти решение. Видя, что проделала скутула, Джинни немедленно секунды повторила эту скульптурную композицию на спинах близнецов. Рон и Перси прикрыли их тыл. Миртл, нервно впредя ушами, стоял рядом с Гарри, вместе с ним наблюдая за тройкой волков, приближающихся со стороны дерева Зикоры. Стражники же образовали вокруг этих двух групп свободный квадрат. Эх, будет наша группа поменьше. Снова про себя вздохнул Гарри. Теперь, когда у жеребят были палочки, они могли просто телепортироваться, он бы мог взять с собой скуталу, ну а свити-бель перенесла бы Эппл Блум. Но такую большую группу им за раз эвакуировать не удастся. Неизбежно кто-то останется тут и на оставшихся точно нападут. И Гарри сомневался, смогут ли единороги-стражники достаточно быстро использовать заклинания телепортации, чтобы их не поймали. — Да блин, палочки же! Доставайте палочки! — крикнул Гарри же ребенком. — Кидайте в них локомотор Моторс! Древоволки были уверены в себе. Пусть у них и не было серьезного численного перевеса, но жертвы, жертвы однозначно были загнаны в ловушку. Если бы пони разбежались в разные стороны, волки сумели бы схватить лишь самых медленных невнимательных. И то, что добыча сбилась в кучу, лишь облегчала хищникам задачу. Теперь еды хватит на всю стаю. Альфа-волк приблизился и угрожающе зрычал. Он от всей своей древоволчьей души жаждал, чтобы они побежали, ведь погоня-то так весело. Дальше ни близнецы, ни Гарри медлить не стали. Гарри швырнул, связывающие ноги проклятия в ближайшего волка, и в ответ услышал смачный хруст, когда все четыре конечности хищника оказались стянуты вместе, словно вязанка хвороста. Как оказалось, одна нога и вовсе оторвалась, когда ее протянуло к трем другим, а следом и сам трехногий волк стал быстро разваливаться на отдельной ветке. Позади него раздался азартный вопль близнецов. «Бомбарда!» А Перси куда тише и спокойнее произнес «Редакто». Через мгновение аналогичное заклинание последовало и от Миртл. Гарри понятия не имел, что это за проклятие, но последовавшие за ними взрывы ясно дали понять, что британские маги во что-то или в кого-то попали. К примеру, цель Миртл просто разлетелась в щепки. Дженни со Скотти от старших решили не отставать и тоже атаковали. В результате некоторым волкам досталось по нескольку заклинаний разом. Буквально секунды и почти все хищники, посмевшие выйти на тропу, были мертвы. Единственный выживший волк со связанными лапами все еще дергался, рычал и клацал зубами, пытаясь подняться, но тщетно. Остальные нападавшие, прятавшиеся в ближайшем подлеске, наблюдали молча, не издавая ни звука. Однако персии близнецов уже было не остановить. Их крики «Редукту!» и «Бомбарда!» не смолкали ни на секунду. Похоже, все трое лупили в лес разрушительными заклинаниями практически наугад по всему, что, как им показалось, движется. Они били по всем подозрительным кустам, и некоторые из них и правда оказывались волками. Ошарашенная стража только и могла, что выпучив глаза, взирать на сие непотребство. Они не успели даже толком приготовиться, отражать атаку выскочивших на тропу впереди и позади них волков, как хищники, просто перестали существовать. После чего настала очередь тех, кто сидел в засаде. Что тех, что других, просто разнесло на щепки. Пока потерявшие больше половины стаи монстры пытались своими деревянными мозгами осознать весь масштаб случившейся катастрофы, молодые маги продолжали сыпать заклинаниями направо и налево. И когда очередной их древесный собрат рассыпался грудой лесного мусора, уцелевшие, завывая и повизгивая, бросились на утек, поджав хвосты. Но нет уж, хватит с них такой злобной добычи с бум-палками. Рано или поздно павшие товарищи восстановятся и присоединятся к ним, а пока они найдут себе добычу попроще. — Это что сейчас было? — ошеломленно спросил один из стражников, когда стих хруст палых веток под лапами убегающих чудовищ. Практическое применение магии. Самодовольная заявила Скутолу, размахивая копытом, держащим палочку, и рассмеялась. И пусть в ее смехе сквозили истеричные нотки, жеребенку это сейчас ничуть не заботило. Пегас, вооруженный парой винтовок по бокам, смерил потрясенным взглядом близнецов и персий, а затем оглядел новую поляну, образовавшуюся вокруг них. В этот момент одно из деревьев, каким-то чудом еще державшееся вертикально, заскрипело и рухнуло. — Я тоже хочу такую! — сказал стражник, кивая на палочку в копыте Скутолу. — И где можно выучить такие заклинания? — Ну, как мне кажется, вам, как одному из охранников принцессы Твайлет, нужно лишь обратиться к ней лично, — ответил Персий. — Или спросить в конторском здании портала. Они наверняка смогут вам помочь. — Так и поступим, — кинул сержант Земнопони после секундного размышления. — А когда получите палочку, попросите Твайли научить вас телепортироваться, — ухмылился Гарри. Она придумала версию телепорта, работающую с палочкой. С ним вы больше не застрянете в подобной ловушке. Гвардейцы ошарашенно вытаращились на Гарри, причем у земных глаза и вовсе стали чуть ли не сблються размером. — Нам лучше двигаться дальше, прежде чем они снова не восстановятся, — наконец сказал опомнившийся сержант, осмотревшись вокруг. — Не могли бы вы проследить за нашим тылом на случай, если кто-нибудь из них решится на преследование, — добавил он, обратившись к Персии. — Почту за честь, сэр! — ответил тот, приосаниваясь от осознания степени, возложенной на него ответственности. — Отлично. Запрыгивай мне на спину, будешь наблюдать оттуда. Персий неуверенно пожал плечами, затем, запрыгнув на спину большого пони, уселся задом наперед, чтобы видеть все происходящее в тылу их маленького отряда. — Восстановится? — уточнил Фред. — Ага. Вон, смотри. — ответил другой гвардеец и указал на то, как сучья и ветки, оставшиеся после взорванного волка, медленно сползались в кучу. Джордж отступил на шаг и окинул взглядом остальные груды листьев, палочек, щепок и веточек, медленно собирающихся в единое целое, слабо светясь магической аурой. Затем подошел к ближайшей куче и стал внимательно изучать ее содержимое, и даже разворошил груду копытом. Через мгновение молодой единорог поднял с земли ярко светящуюся палку. Прочий лесной мусор по-прежнему стремился собраться вокруг нее, словно стальные опилки вокруг магнита. Джордж швырнул находку на землю и выкрикнул инсендио. Светящаяся палка на мгновение вспыхнула яростным пламенем и рассыпалась пеплом. Мусор вокруг тут же замер. Джордж переглянулся с Фредом и тот молча кивнул. Теперь они уже вдвоем стали обходить шевеляющиеся кучи древесного мусора, отыскивать в каждой ту единственную ветку, что связывало свои ауры и все остальные, и превращать ее в пепел. Древоволк, что по-прежнему лежал на земле со спутанными ногами, следил за ними, прищурив горящие магическим огнем глаза. Стражники тоже внимательно наблюдали. — Ха-а-а! — сказал один из стражей единорогов. — Надо рассказать об этом трюке и остальным. Может, отучим их трогать пони? Единорог злобно зыркнул на связанного волка, но не стал ничего делать. Надо было оставить в живых хотя бы одного свидетеля, чтобы посеять страх среди уцелевших. Когда близнецы закончили, группа наконец-то отправилась домой. Отряд приключенцев вернулся в замок уже после обеда. Пропустив гостей внутрь, эскорт направился в казармы. Им еще надо было составить рапорт о случившемся. После которого стражники не единороги захотели попробовать получить палочки, не говоря уже о том, что все стражники в полном составе желали узнать об этих новых боевых заклинаниях. Те, что продемонстрировали их подопечные, выглядели довольно полезными, особенно заклинания, связывающие ноги. Такое обязательно пригодится во время преследования убегающих преступников, поскольку его применение не повлечет за собой ненужного ущерба имуществу. Вдобавок, его, похоже, достаточно безопасно применять даже на забитых прохожими улицах, не боясь навредить гражданским. А это всегда плюс при задержании пони. — Мам, я дома! — крикнул Гарри. — Она ушла! — раздался ответный крик из глубин замка. — Ладно, пошли съедим хоть что-нибудь, — сказал жеребенок, пожав плечами. Я до ужаса проголодался. Словно вот это на его предложение, живот скутало, громко заурчал. Пегасенка покраснела, но взгляд не отвела и с вызовом посмотрела на остальных. Правда, всем, откровенно говоря, было без разницы. Они сами были слишком голодны, чтобы подшучивать по этому поводу. Да и после недавнего перенесенного испуга все они чувствовали себя немного подавленными. — Надеюсь, там осталось, чтобы пожевать. — добавил Гарри. Через несколько минут они добрались до кухни. К их удивлению, на разделочном столе в центре комнаты красовались огромные блюда с бутербродами. И еще там стояли десять стаканов подогретого яблочного сока. — Отличненько! — сказала скутало, подлетев сверху. Пегасенку хватило два бутерброда разом и тут же принялась торопливо жевать, по очереди откусывая огромные куски то от одного, то от другого. Остальные голопом кинулись к блюду и не церемонис атаковали его содержимое. Никто и не подумал перейти в прилегающий к кухне обеденный зал. — Спайк сегодня просто произошел самого себя, — заявил Гарри, когда они все слегка утолили свой воистину волчий аппетит. Ай, бутеры вышли просто шикарные. После чего жадно схватил следующий. — Не, я-то ни при чем. — послышался голос Спайка из-за двери. — Обед сегодня готовил свикер. Гарри повернулся и посмотрел на входящего Спайка. Он знал именно всех, кто жил в замке, но впервые услышал о каком-то таком свикере. — Это что, новая пони? — Неа! — хмыкнул улыбающийся Спайк, прислонившись к верному косяку. — Сквикер вообще-то с той стороны портала. Все замерли, не понимающий, вытаращившись на него. — В смысле? Мама наняла какого-то повара на земле? — нахмурился Гарри. — Надеюсь, он не француз и не станет пичкать нас лягушками. Мрачно подумал он, невольно вздрогнув. — Улыбка Спайка стала шире. Не угадал. — Ну, почти! — лукаво ответил дракончик. — Дети продолжили непонимающе смотреть на него. — Ладно, ладно. — Помните день, когда принцесса Луна прошла через портал, чтобы изловить ту вредную змеюку? — Все кивнули. — Ну, так вот. — Когда Твайлот вернулась домой, в ее гриве случайно спрятался неучтенный пассажир. Гарри и жеребенки начали хмуриться. — Лицо дракончика окончательно расплось в улыбке, а затем он не выдержал и рассмеялся. — Сами смотрите. Сквозь смех выдавил он. — Скликер! — Раздался хлопок. И перед ними появилось существо, которого Гарри до того никогда не видел. Все ахнули и отступили на шаг. Где наруги опустили головы, беря существо на прицел, остальные направили на него зажатые в копытах палочки. Неизвестное существо было достаточно высоким, чтобы смотреть Гарри прямо в глаза. Его глаза были меньше, чем у Гарри в понечем облике, зато уши оказались намного, намного больше. А еще у него имелись крылья, в дополнение к довольно тощим рукам и ногам с когтистыми пальцами. Кожа лопоухого незнакомца была темно-розового цвета. Импровизированной одеждой ему, похоже, служила чистая и отутюжная наволочка, надетая словно туника. Спереди на ней красовалась вышитая разноцветными нитями кьюти марка Твайлетт. — Свикер тут о спайке! — воскликнул он, а затем с ужасом вытаращился на толпу незнакомых пони и ахнул. — Майя не должно видеть посторонние! — Все нормально! — снисходительно сказал Спайк. — Гарри теперь тоже часть нашей семьи. — Майя не должна видеть гости! — повторил Сквикер и, вцепившись в свои огромные уши, принялся изо всех сил их тянуть, словно пытаясь сам себя оттаскать за них. Впрочем, довольно быстро он переключился на крылья. Семейство Уизли вместе с Миртл ошеломленно уставились на существо, да и Гарри с жеребенками с недоумением его разглядывали. Причем Гарри, уже разок побывавший на кухне Хогвартса и потому узнакомый с домовыми эльфами, больше был удивлен неизменившейся внешности домовика, а тому, что тут вообще оказался в Эквестрии. Хотя наличие у того крыльев, достаточно больших для того, чтобы действительно отдавать возможность летать, и оказавшаяся куда длиннее привычного когтей, напоминающих птичьей, да и розовый цвет кожи вместо серого, немного сбивали красно-золотого единорожка с толку. А вот Перси, нахмурившись, осторожно уточнил. — Это что, домовой эльф? — Моя дома эльфа! — кинул Сквикер, соглашаясь. — Но что ты здесь делаешь? — выпалил Рон. Сквикер демонстративно надулся от важности и гордости, на что Спайк снова рассмеялся. — Твайлес сказала мне, — сказал дракончик, когда успокоился, — что он посмотрел на домового эльфа и вопросительно кивнул. — Директор, да? Сквикер с энтузиазмом кивнул. — Так вот, директор сказал ему подчиняться Твайли, как если бы приказы отдавала не она, а он сам. Сквикер продолжал кивать с еще более самодовольным видом. Перси скривил лицо, а затем раздался довольно громкий удар, одновременно с чем он ойкнул, поскольку по привычке попытался шлепнуть себя по лицу ладонью. — Дай угадаю. — буркнул он, шипя и массируя пострадавшую переносицу. — Директор не сказал, как долго ты должен ее слушаться. Последовала очередная серия кивков. — И он не сказал тебе, что это только до тех пор, пока идет охота на змею. — И снова кивки. — А приказу вернуться от Твайла ты не подчинишься, потому что приказ директора пересиливает ее приказ. Кивки уже не прекращались. Прищурившись, Перси смерил домового эльфа задумчивым взглядом, а затем оглядел комнату и своих родственников. — Что ж, здесь у нас имеется, с одной стороны, фатальный просчет формулировки приказа. Вздохнув, пояснил он и тут же замер на мгновение округлив глаза, когда сообразил, о ком говорит. А с другой стороны, упрямый эльф, истолковавший все, что ему приказали, с максимальной выгодой для себя. Единорог снова, прищурившись, смерил домового эльфа взглядом. — И почему-то я уверен, что легкодоступная магия, буквально пропитывающая этот мир, немало способствовала подобному решению. Перси оглядел братьев с сестрой и Миртл, затем взглянул на заинтересованно слушающих эквистрийцев и Гарри и вздохнул. Домовой эльф — это существо, которому просто необходимо обзавестись хозяином. Без хозяина или, на худой конец, щедрого источника магии, как, например, в Хогварсе или Косом переулке, он попросту умрет. В обмен на пребывание в исходящей от любого мага или ведьмы магии, эти существа соглашаются выполнять работу прислуги. С другой стороны, домовые эльфы находят радость и удовлетворение в работе, так что это довольно справедливое сотрудничество. Они очень редко встречаются, потому домовиков можно найти только в Хогвартсе или в богатых семьях. И лишь изредка они пристраиваются в каком-то магическом месте типа того же Косово-Переулка. С этими словами Перси повернулся и посмотрел на Сквикера, который стоял, скрестив руки и взывающе глядел на мага. — Сквикер здесь и управляет всем замок! — решительно заявил тот, приподняв подбородок, посчу впился взглядом Спайка и тихонько сварливо пробормотал. — Даже если всякие, другие, здесь и норовят убираться или готовить. Это да уж, кто-кто, а Спайк на собственной чешуе испытал, насколько эпично, может быть война за то, кто именно будет заботиться о замке Твайлет. Сквикер или они вместе с горничными. В конечном итоге удалось достичь компромисса. Горничные теперь заботились об общественных местах, а Сквикер обо всем остальном. К тому же этот лопоухий наглец постоянно проникал в лабораторию Твайлет и убирался там, всякий раз, когда думал, что Твайлет этого не заметит. Однако Спайк это прекрасно видел. Когда на каникулы приехала орава учеников, домовой эльф был просто в экстазе. Плюс еще целых десять комнат, которые нужно убирать. Более того, теперь он служит самому Гарри Поттеру. Эльф уже не мог дождаться лета, когда юный маг вернется в замок со своими тремя самочками. А может и с четырьмя. Подумал Сквикер, увидев ту, кого все звали Джинни. Да и Миртл наверняка тоже будет здесь. Спайк знал, что Сквикер легко сможет добавить в свое расписание новые задачи и цели, не отвлекаясь от казарм, в которых квартировалась охрана замка. Твайл, кстати, так и не подозревала, что маленький домовой эльф рассматривал казармы как часть сделки. И эта ситуация до нель засмешила Спайка. — Полагаю, изобилие магии в этом мире слишком привлекательно для него, так что вряд ли он захочет уйти добровольно, — сказал Перси, продолжая сверлить взглядом домового эльфа, который теперь выглядел виноватым и дергал себя за одной из крыльев. — Что ж, я так понимаю, если только сам директор не придет и не прикажет тебе вернуться, — ты будешь только рад оставаться здесь и продолжать выполнять его приказ, верно? — подвел итог Перси. Кажется, от этого вопроса домового эльфу стало не по себе, и он внезапно исчез. Спайк рассмеялся, и пока остальные продолжали есть, рассказал им об ожесточенных спорах, которые они с Твайлэд вели с этим существом. Эльф упорно отказывался уходить из-за своего приказа. — Сквикера хороший эльфа, и не нарушать приказов хозяина! — дословная цитата, которую, посмеиваясь, озвучил дракончик. Твайлэд тогда ему напомнила, что тот обязан подчиняться всем ее приказам, как велел хозяин, и приказала возвращаться к нему. Эльф еще немного повозмущался, поспорил, но, кажется, смирился и, наконец, пропал. Они с Твайлэд тогда подумали, что все улажено, и эльф вернулся домой. А потом, недели три спустя, к ним зашла на огонек принцесса Луна и спросила, не скучает ли их эльф в одиночестве. Похоже, в контрлоте всерьез бесокоились за него. И тут в голову Твайлэд закрылась мысль, что и остальные четыре домовика, прошедших через портал, тоже не вернулись домой. Да и не факт, что сам Сквикер послушался ее приказа. Торопливо выкрикнув его имя, она в ответ тут же услышала хлопок телепортации, наглядную демонстрацию того, что эльф по-прежнему пребывает в Эквестрии. Как они с Твайлэд выяснили в результате дальнейших расспросов, в Эквестрии сейчас находятся четыре домовых эльфа, и еще один поселился в Кристальной Империи. А три уже беременных домовых эльфейки были счастливы наконец-то получить официальное разрешение на рождение детей. В этом отношении новомодные каминные соединения между дворцами оказались делом весьма полезным. Эльфы, правда, были совсем не в восторге от того, что им приходилось брать, нет, вы только подумайте, выходной каждый месяц и получать по битцу в неделю за свою работу. Но ведь в свой законный выходной день они могли делать все, что вздумается, в том числе и продолжать работать, если они того пожелают. А то немногое, что они вот ужас-то зарабатывали, эльфы могли свободно тратить на все, что им хотелось, даже если это были средства для уборки. Остальные четверо жутко завидовали Сквикеру, потому что он в споре по поводу дальнейшего пребывания в Эквестрии сумел загнать Твайлайт словесную ловушку и таким образом ловко избежал этих неэльфячих условий. Ему не платили, и он работал без выходных, к его радости и разочарованию прочих. Единственный вопрос, который задавал себе едва ли не каждый пони, в каком тартере эльфы устроили то необнаружимое логово, куда возвращались, чтобы переночевать? Брайт Стар была шокирована и едва не запаниковала, когда в субботу в полдень Топ Марк пришел к ней в сопровождении целого отряда стражников. Поскольку этот день был выходным, ни ему, ни ей появляться на работе необходимости не было. Забавно, но оба они независимо друг от друга решили, что тишина нерабочего дня создает прекрасную атмосферу для творчества, и вообще понедельник начинается в субботу. И потому очень удивились, столкнувшись над носу в коридоре, ведущем в лабораторию. Тем не менее, когда к ним заглянул Капрал, стеди-чарджер, и объявил, что у стойки регистрации «Их ждут посетители?» Топ Марк лично пошел проверить, что же там приключилось. «Ой, не удивлюсь, если там приперлась какая-нибудь важная шишка из контрлота и теперь пытается тыкать своим положением, чтобы мы тут ему на задних копытцах плясали». Пренебрежительно бросила вслед Брайт Стар. «Надеюсь, ты быстро выпроводишь этих пони?» Марк, криво улыбнувшись, направился к стойке регистрации. Вскоре, правда, вернулся, ведя за собой целую толпу стражников. При виде такого количества служителей закона Брайт Стар пережила несколько неприятных минут. Впрочем, слова коллеги быстро успокоили ее и развеяли все страхи. Этим джентльпони нужны палочки. Некоторые из них сегодня были вечно диком, сопровождая гостей принцессы Твалайт с той стороны портала, когда на них напали древоволки. И то, как гости уничтожили древоволков еще до того, как они сами успели вмешаться, произвело на служивых большое впечатление. Топ Марк замолчал и кинул на нем многозначительный взгляд. Да, он знал, что Брайт Стар недолюбливает Твайлет, хотя она и пыталась всеми силами это скрывать. Непони, работающий здесь, так до сих пор не знал причины этой неприязни. И, как надеялась Стар, никогда и не узнает. Поскольку они из ее личной гвардии, я считаю, что мы должны им помочь. В конце концов, обеспечение безопасности принцессы — важнейшее дело для всех подданных. Поборов в себе желание заскрежетать зубами, Брайт Стар кивнула и криво улыбнулась. Разумеется. Сварливо пробурчала она. Кто первый? На то, чтобы вооружить группу из 12 пегасов и земнопони, подходящими им палочками, потребовалось почти три часа. К тому моменту, когда они закончили с последним, двое стражников, получивших палочки первыми, уже успели выучить и опробовать Люмус, Нокс и Реперу. В процессе работы ей удалось выведать все подробности произошедшего боя от его непосредственных участников, и, надо сказать, это ее впечатлило ничуть не меньше, чем самих рассказчиков. Стар была до глубины души потрясена тем, как десяток жеребят-учеников, работая сообща, с легкостью избавились от нападавших монстров. Шестеро ставших пони людей и четверо меткоискателей умудрились продемонстрировать страже высочайшую организованность и выучку, и теперь гвардейцы требовали подобные возможности и для себя, дабы должным образом защитить свою ненаглядную принцессу. Такая мысль внезапно заставила Брайт Стар внутренне напрячься. Вот еще не хватало только, чтобы они усилили защиту этой их драгоценной принцессы Твайлэд Спаркл. О, Селестия, как же все-таки уязвленная гордость способна мотивировать пони? Мало того, пони, никогда не имевшие доступа к магии, жаждали изучать ее независимо от того, что показывали их кьюти-марки просто потому, что теперь они это могли. Это, казалось бы, мелочь приведет к огромным переменам в понячьем обществе, и, похоже, уже скоро волна подобных перемен прокатиться по всей Эквестрии. Эта мысль Стар понравилась. От нее по спине пробежали мурашки, заставляя ее едва ли не дрожать от возбуждения. Все остальные явно видели, как она широко разулыбалась, когда последний стражник взял только что созданную для него палочку и из той вырвался с ноб искр. Наверняка они подумали, что эта радость вызвана чувством удовлетворения от хорошо сделанной работы. Хм, глупцы. Ха! Они и не догадываются, что каждый такой стражник, получивший палочку, это очередной гвоздь в крышку гроба ненавистных кьюти-мярок, разделявших пони. Следующий час пара исследователей обучали сержанта с заклинанием «Энсэндио и Редакто», пока остальные отрабатывали первые четыре. Когда гвардейцы наконец собрались уходить, Топ Марк выдал им с собой несколько учебных пособий с полезными заклинаниями, которые могли пригодиться стражникам. Пусть ищут магию по книжке совсем не то же, что в классе с хорошим учителем, но, как известно, на эффективность обучения очень влияют правильная мотивация и настрой, а и того и у другого в стражнике было возбуждено. И Стар не сомневалась, они обязательно вернутся, чтобы принять участие в занятиях с другими новичками. Странно. Неужели никто не позаботился ввести в курс дела стражу принцессы, так же, как гвардейцев контрлота? Нахмурившись, спросила Брайт Стар, когда вернулся провожающий гостей начальник. Временами пони упускают из виду самое очевидное. «Может, нам стоит сообщить об этом кому-то из начальства?» – вздумчиво спросила она после паузы. «А вообще, хоть кто-нибудь потрудился объяснить эти подробности гарнизона Пани Виля? Или в список обучающихся попали только стражи, охраняющие непосредственные порталы принцессы в контрлоте?» – добавила Брайт Стар, взглянув прямо в глаза начальнику. Ошарашенное лицо Топ Марка сказала все лучше любых слов, и Кобылка, вздохнув, начала расчищать рабочие столы и раскладывать по коробкам заготовки для палочек. Ясно как день, что со временем число пользователей магических концентраторов будет только расти. Следовательно, уже скоро во всех школах в обязательном порядке станут обучать пользоваться магией с их помощью не только обладающих естественным концентратором единорогов, а всех жеребят без исключения. И тогда друзьям больше не придется расставаться только потому, что поблизости нет магической школы или потому, что далеко не у всех родителей достаточно биться, чтобы отправить своего жеребенка в школу-интернат принцессы, находящуюся далеко-далеко в столице. И если все пони будут использовать магию, то и земные пони, и единороги, и пегасы отныне станут равны. Все, что сможет сделать один, смогут сделать и другие, независимо от расовой принадлежности. — Ладно, мне пора, — сказал Топмарк. — Сегодня в Кантерлоте состоится бал. Поговаривают, что принцессы сделали человека, который помогал в переговорах за порталом, рыцарем. — Я слышал. Все дворяне буквально писают кипятком от этого события. О, ужас! — драматично простонал он, наигранно прижимая копыта к колбу. — Иностранец, которого возвели в эквестрийское дворянство! Как нам теперь жить? И Топмарк картинно потерял сознание. Глядя на разыгранную начальником сцену, Брайтстар не удержалась и хихикнула. И вслед за ней, поднимаясь с пола, расхохотался и Марк. Затем, когда ее непосредственный роговодитель ушел, единорожка уселась за стол и принялась размышлять, непроизвольно блуждая рассеянным взглядом по лаборатории. Да, она здесь неплохо преуспела. Выяснила все, что нужно знать о создании палочек, сделала для себя четыре штуки и спрятала их под лентами, надетыми над копытами и скрывающимися под шерстью. Благодаря чарам незримого расширения, отвода глаз и смены цвета, Непуни даже не заподозрил, что у нее на ногах надето что-то еще. Помимо палочек, у нее имелся полный набор из четырнадцати учебников Хогвартса, касающихся вопросов владения магией. Она уже успела прочесть книги по чарам и трансфигурации вплоть до третьего курса. Ее исследования дали официальный повод просмотреть книги, продающиеся во Флориш и Блотс, и она заказала еще дюжину томов по наступательной и защитной магии, а также магическому сообществу в целом. Теперь, спустя столько времени, ее первоначальная цель отомстить принцессе Твайлэд Спаркл стала выглядеть довольно глупой. Да, принцесса Твайлэд, конечно, разрушила ее жизнь и карьеру в ее идеальном городе, но она же и показала ей, насколько плохо в Эквестере продается вера во всеобщее равенство. Наш город, как она про себя его называла, доказал это. Сначала пони с энтузиазмом поддержали эту идею, но, воплотив ее в жизнь, очень скоро разочаровались. А некоторые и вовсе возненавидели свою бывшую предводительницу. Да, она пришла слишком рано. Лет через двадцать-тридцать, а лучше сотню, после того, как каждый житель Эквестрии получит возможность использовать магию, пони поймут, что все они действительно равны. Вот тогда она могла бы добиться успеха, но сейчас все три племени слишком разные и закоснелые, причем закоснели они каждый по-своему. Опять же, немалую роль в этом разделении играют кьюти-марки, на которые пони обращают слишком уж много внимания. Пригасить, а то и отнять, и индивидуальные способности оказалось неправильным подходом. Даже среди самих единорогов разница в силе и умении в обращении с магией разобщает сильнее, чем ей это казалось раньше. Никто в здравом уме не подумает, что может быть ровней принцессам Селестии или Луни. Она и сама изучила магию, управляющую движением солнца и луны, но эти заклинания оказались далеко за пределами ее возможностей. О, они были на удивление простыми. Обманчиво простыми. Казалось бы, с такими простыми заклинаниями и жеребенок справится, есть только у него будет голая мощь и резерв сотни взрослых единорогов. Да-да, по ее расчетам, именно столько магической силы необходимо, чтобы эти заклинания заработали. Чтобы полностью выложившись, выполнить ту же самую работу, которую принцесса Селестия делала ежедневно. И до этой сотни после восхода понадобится целый день лежать пластом, чтобы хоть немного прийти в себя к закату. Но что, если дать каждому пони дополнительные способности? Палочки многое могут сделать для уравнивания шансов. Земнопони и пегасы легко сравняются в магии с единорогами. Единороги и земнопони в любой момент смогут обозвестись магическими крыльями. А когда надо, пегасы и единороги могут воспользоваться силами магии Земли. «Все, что можешь сделать ты, смогу сделать и я». Вот каким будет девиз ее нового города. «Если просто я уйду, будут проблемы». Обдумывая альтернативы, тихо пропела она под нос, не замечая нарастающую на фоне музыку песни сердца, легко закружившись по комнате в быстром танце. В новом мире, где есть магия, но нет этих дискордовых кьюти-марок, она сможет добиться огромных высот. Хотя глупые идеи тамошних аборигенов насчет чистокровности немного так напрягали. К счастью, с деньгами у нее проблем не будет. В тайнике дожидается своего часа внушительная горка драгоценных камней, которые она потихоньку собирала в свободное от работы время. Так что биться, или скорее галеоны, проблемы не станут. Деньги дадут ей возможность делать все, что захочет, и идти куда хочет. А насчет стражников у портала ее коллег? Им она сообщит, что собирается пройти через портал как бы для исследования иного мира. Там она переправится камином в дырявый котел и исчезнет. Да, ее, конечно же, станут искать, возможно, даже решат, что ее понехитили. Хотя, если так подумать, возможно, это и не лучший вариант. Может, стоит послать начальству записку по почте. Например, например, написать, что она решила навестить родственников в Мейнхэттене и вернется позже. И правда, этот вариант куда лучше. Благодаря активно устанавливаемой по всей эквестере каминной сети, она успеет всего за час не только отправить все, что угодно из Мейнхэттена по почте. Но еще и вернуться сюда и прокраситься через портал. Телепортироваться на такое расстояние будет утомительно, хотя при крайней необходимости вполне выполнимо. Можно даже... Можно даже оставить несколько писем какому-нибудь адвокату с просьбой отправлять их с интервалом в неделю, чтобы еще больше уверить всех в том, что она все еще в эквестрии. Тем временем, едва оказавшись в косом переулке, она даже банальной перекраской волос сможет обмануть большинство пони. А стоит поменять цвет и фасон одежды, и она вовсе растворится в толпе навсегда, исчезнув в магическом мире людей. А ежели останусь здесь, то буду словно птица в клетке, пропела она и крутанулась на столет для выбора заготовок для палочек. Конечно, если она останется, у нее будет время, чтобы куда лучше отточить умение владеть магией палочки и даже придумать что-то свое, например, адаптировать под палочку единорожьи заклинания. Но чем дольше она остается, тем больше риск, что пентюхи из местной стражи догадаются, что враг принцессы Твайлэд окопалась прямо посреди их самого важного исследовательского центра, ну, по крайней мере, самого важного центра на данный момент. Научная горьким опытом, она больше не полагалась на краску, которую легко смыть. Увы, маскировочная иллюзия на бедрах тоже не стала идеальным решением. Как бы она ни старалась, иллюзия долго не держалась, и к вечеру исчезала побежденная магия Кьюти Марки, уступая место рисунку, полученному в юности, вынуждая по два, а то и по три раза в день на всякий случай накладывать иллюзию заново. Из-за этого ей приходилось постоянно оглядываться, боясь, что понибудь случайно заметит, как сквозь поддельную Кьюти Марку, проступает настоящее. И тот, естественно, спросит, что это. И едва будет задан подобный вопрос, ей придется бежать, сломя голову, поскольку следующими словами несомненно станет крик «СТРАЖА!». Конечно, мысли о том, что новый мир, мир для нее совершенно чужой, может стать гораздо лучшим убежищем, чем тот, в котором она родилась и выросла, могли показаться странными. В конце концов, даже тело у нее будет совершенно другим. Хотя у него имелось множество неоспоримых преимуществ. Одно из самых полезных приобретений длинные и ловкие руки, а куда больше рост позволит видеть гораздо дальше. Хотя к большому вымене, да еще и висящему на груди, придется долго привыкать. «Остаться здесь или уйти, вот в чем вопрос вопросов». Опустившись на стул, она приняла позу понемыслителя. «Если уйти прямо сейчас или в ближайшее время, то она сможет это сделать на своих условиях. Будет ждать, пока ее не раскроют, и придется резко, без подготовки, срываться с места. И хотя все, что нужно для жизни на той стороне, было заранее уложено в сидельные сумки, за что огромное спасибо чарам незримого расширения, всегда оставалась вероятность, что кто-нибудь помешает побегу, схватит за гриву, вцепится зубами в хвост, или же она сама банально скотыпнется на ровном месте. Или ее могут заманить в хитро расставленную ловушку и схватить, не дав и шанса на сопротивление. А еще из-за того пробравшегося через портал чейнджинга, меры безопасности настолько ужесточили, что теперь они кажутся какими-то уж совсем параноидальными. Да, это будет самая сложная часть. Притаиться или бежать, притаиться или бежать. Она вскочила и сделала круг по комнате под затихающую музыку. Решено! В понедельник она скажет топ-марку, что у нее в Мейнхэттене заболел родственник и на той же неделе она уедет. Потом, проведя неделю в Мейнхэттене, тихо вернется обратно и рано утром проберется через портал. Если повезет, остальные еще несколько недель после ее ухода будут думать, что она по-прежнему находится в Эквестрии. Да, стражники у портала ее прекрасно знают, но главное, что начальство все это время будет считать, будто она в Мейнхэттене. Никто не начнет ее искать, пока топ-марк не сообщит, что она подозрительно долго не возвращается из своего внезапного отпуска по семейным обстоятельствам. Да и после они еще долго будут разбираться в этой запутанной ситуации, пытаясь понять, как она могла оказаться в двух местах разом.